Следующий урок. Есть еще одна декларация, которую мы с вами проходили, но повторим. Итак, эта функция также записывается. Давайте пока я вот это дело закомментирую. Чтобы не мешало. Здесь у нас будет фан 2. Обратите внимание, мы делаем все то же самое, только теперь у нас вызов функции вверху. То есть сначала у нас вызвана, потом только функция определена. Мы ее записали. Мы берем и чего-то там мы упустили. И сейчас смотрим. Правильно. Все правильно. Все правильно, потому что мы здесь не поставили двоечку. И видим имя человека, Васи, вот 23 года. В JavaScript мы с вами изучали в этом же курсе концепции JavaScript. Напоминаю, что в JavaScript концепцию надо не просто понимать, а именно ей думать. То есть в данном случае это хороший пример поднятия. Мы с вами его рассматривали. На самом деле все банально просто. Функции поднимаются вверх. Иными словами, там надо... Мы очень четко разобрались, поэтому посмотрите уроки. Да, кому не совсем понятно. Потому что там... Не все поднимается. Иными словами, на самом деле в коде функции остаются в том же месте. Мы сначала вызываем, это и есть одна особенность JavaScript, а потом только описываем. Это нам дает возможность добавлять, когда нам надо что-то в коде, сразу не думая. На самом деле в коде ничего не поднимается. Оно остается на месте. Поднимаются функции в память. В память. В память чего? В память движка. Движок компилирует. В данном случае я работаю на компьютере, я работаю в ноды. Также компилирует, то есть ноды. Компилирует движок браузера. JavaScript интерпретирует, а движок давно компилирует. Поэтому, включая функции, любые типы данных, они могут подниматься. Иными словами, можно сначала их применять, а потом только прописывать или определять, как вам удобнее назвать. Поэтому разберитесь. В уроках мы разбирались еще подробно. Пока просто отмечаем. Для себя так можно работать с функцией. Продолжение следует.